МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу подробностей в студии Ярослава Кондрякова. Здравствуйте. Сегодня в первой части выпуска. 100 километров исключительной значимости. Зимник очень важен для строительства Харсавейского месторождения. Сезонная дорога между Баваненковой и Харсавеем содержится в круглосуточном режиме. Перед уходом на повышение в Большой Газпром. Самое главное – стабильность, а остальное все будет. Сергей Меньшиков подвел итоги руководства компании «Газпромдобыча на дым». Зачем природному газу паспорт? Газ – это наш основной товар. Качество его нам знать обязательно и необходимо. У продукции надымских газодобытчиков есть своя паспортно-визовая служба. А теперь об этом и другом подробнее. На прошлой неделе мы рассказывали о важнейшем событии – начале полномасштабного освоения Харсавейского месторождения. Старт ему дала автоколонна со вспомогательной строительной техникой, отравившаяся с Баваненкова по специально обустроенной дороге. Зимник не прощает ошибок. Безопасность на нем зависит как от профессионализма водителя, так и от того, насколько качественно содержится трасса. Как обстоят дела на одной из самых северных временных дорог, расскажет Мария Скляренко. Эх, дороги, а точнее только одна. И даже пока не дорога, а только зимник. Сезонная трасса связала два месторождения Ямальского центра газодобычи. Порядка 100 километров от Баваненкова до Харсавея. Построили менее чем за три месяца. Общая протяженность 99 километров, это от Баваненкова до Харсавея. Максимальная пропускная способность 150 автомобилей в сутки. Ширина снежного полотна 9 метров. Максимальная скорость 50 километров в час. Зимник очень важен для строительства Харсавейского месторождения. Сейчас пойдут сюда пионерные грузы. Первые вагоны, первые материалы, труба, песок. Все, что нужно для строительства. Движение по зимней трассе сложно назвать регулярным. Одиночный транспорт сюда вовсе не пускают, а для организованных колонн есть другие правила. А вот открыть или закрыть шлагбаумы на контрольно-пропускных пунктах, здесь абсолютная власть у ее величества погоды. Самое главное, приоритетное, это жизнь людей на автозимнике. Потому что условия бывают сложные. Поэтому все это надо дело контролировать. Или запускать на зимник людей машины, либо не запускать. Бывает по-разному. Бывает метель метет трое суток, нет, проезд закрыт. Ну, всяко бывает. Либо тепло, допустим, автозимник закрывает в связи с этими условиями. Пока похолоднее не станет. Чем ниже температура воздуха, тем больше груз выдерживает трасса. В любом случае он не должен превышать 45 тонн. Особенно это важно при проезде водных преград. Всего зимник пересекает шесть таких. Через них оборудовали ледовые переправы. Их дополнительно намораживали для прочности. Еще одна трудность движения по зимнику – снежные заносы. На борьбу с ними в круглосуточном режиме выходит подрядчик. Со стороны заказчика и основного пользователя дороги «Газпромдобыча надым» ведется постоянный контроль. Связь налажена очень хорошо. Подрядчик работает. На содержание зимника занято сейчас 10 единиц специальной техники и 15 единиц вспомогательной техники и автотранспорта. Круглосуточно накатывается полотно. Зимник расчищается и уплотняется вот такими волокушами. Устройство примитивное, но эффективное. Груз у нас 5 тонн, волокуша сама и проезжаем мы в день больше 100 километров за смену, за 11 часов. Движения по сезонной дороге полностью закроют, когда температура воздуха установится выше ноля. В дальнейшем зимник послужит прототипом постоянной автодороги. Ее строительство входит в планы полномасштабного освоения Харасовейского месторождения. Мария Склеренко, Максим Плеханов, телевидение «Газпромдобыча надым». На следующей неделе Сергей Меньшиков приступит к исполнению обязанностей начальника департамента «Большого Газпрома». Его последние рабочие дни в статусе генерального директора «Газпромдобыча надым» выдались очень напряженными. Тем не менее, наряду с решением важнейших производственных задач в плотном графике руководителя компании нашлось место и для участия в социальных публичных мероприятиях. Одним из них стал визит в литературное кафе в Надымской центральной библиотеке. Мероприятие было посвящено 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой. В нем приняли участие ученики профильного «Газпром-класса». Напомним, проект, стартовавший в Надыме в 2015 году с целью подготовки кадрового резерва для газовой отрасли, был создан именно по инициативе руководителя газодобывающего предприятия. На встрече гостям рассказали о жизни и творчестве великой русской поэтессы Серебряного века и предложили почитать ее стихи. В завершении литературного часа Сергей Меншиков поблагодарил коллектив библиотеки за духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения и вручил им многофункциональный лазерный принтер. Нашлось время у генерального директора компании для того, чтобы прийти к нам в студию. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью начальника службы по связям с общественностью Андрея Теплякова Сергеем Меншиковым. Сергей Николаевич, в первую очередь хочется поздравить вас с замечательным назначением и пожелать грандиозных успехов на новой должности. Но предлагаю сейчас вернуться на 12 лет назад примерно. Вы приехали в Надым и устроились работать в компанию Надым Газпром. Что вас удивило? Да, действительно, это было уже почти 12 лет назад. Конец августа месяца, конечно, погода, природа удивила. Удивили люди, которые, в принципе, восприняли нормально. Меня, вот свой коллектив, в частности, отдел по ДКС, когда я был назначен Аксютиным Олег Евгеньевичем, начальником отдела по ДКС. Удивил город. Как раз мы попали, это было день газовика. То есть мы видели, как этот фейерверк, эта набережная, как в городе Санкт-Петербурге. Мне тогда показалось, но я тогда не думал, что, оказывается, нас убедут период, что придется в этот город переезжать. Синь Николаевич, ну вот сейчас вы на Ямале в Надыме и на Ямале в целом абсолютно свой человек. А наверняка это не сразу было. Вот вы внутреннее ощущение какое? На который год жизни вы стали своим и что пришлось для этого сделать? Я хочу сказать, что, наверное, после того, как меня назначили генерального директора, потому что до того, когда был в должности начальника отдела ДКС, исполняющим обязанности, главного инженера, главного инженера, ощущение территории, оно не было у меня так вот, ну как вот в итоге потом, как переросло уже в должность генерального директора. И полномасштабное ощущение уже территории было, наверное, после 2009 года, когда был первый выезд в Ямальскую тунру, были общественные слушания с оленеводами по переносу ряда коммуникаций объектов Баваненковского месторождения. Конечно, дальше знакомство было это уже, когда было депутатом, ну избран депутатом в ЗАГС Собрания с 2010 года, там уже во всей красе пришлось встречать все стратегии развития округа, участвовать в комитетах, смотреть бюджет. Года через два только началось это ощущение. Поначалу, конечно, это было тяжело, как для любого человека, первые полгода. В Санкт-Петербурге, думаете, тоже два года придется? Или сколько вы себе отводите времени? Я думаю, что мне шансов не дадут. Два года. Намного быстрее, наверное, все будет. Но вообще, если взять любого человека, то месяца в месяц, месяца три, наверное, достаточно будет, чтобы уже изучить, знать и хотя бы уже какие-то решения принимать. Сергей Николаевич, ну очень много достижений, безусловно, много раз мы об этом говорили. Но давайте попробуем определить три главных достижения генерального директора Сергея Николаевича Меншикова. Как вы чувствуете? Ну, первое, конечно, достижение – это нормальное взаимодействие, компромисс с коренным населением на территории Ямальского района. Второе – это, я так считаю, что это улучшение качества жизни работников общества «Госпромного добычи на дым», стабильность предприятия. Ну и третье, конечно, это нормализация взаимоотношений с правительством Янлава, ну и властью муниципального образования «Надминский район». Ну и в противовес этому три главных недоработки. Чего не успели сделать или пытались, но не получилось? Харсавистское месторождение. Не успели, да? Да, и Новопортовское месторождение. Ну, конечно, можно здесь и поработать и по месторождению «Медвежьим». Это направление, потому что видим, что та реконструкция, которая делала, она на самом деле должна была сделана еще быть 15 лет назад. Вот сейчас мы должны доделать ее, чтобы сохранить, в первую очередь, кадры и поселок Пангода. Потому что «Медвежье» – это как исторический фактор, который свершился, и запасов еще достаточно много газа. Поэтому месторождение с работы еще там достаточно длительное. Сергей Николаевич, Вы уже новому генеральному директору дела передали. Я понимаю, что, наверное, не все, но, может быть, поделитесь, что Вы ему сказали? Мы с ним уже неоднократно разговаривали, буквально сейчас тоже, часа полтора с ним беседовали. Сохранить коллектив, он стабильный, надежный, работоспособный, понимающий. И резких движений делать нельзя. Надо поработать какое-то время, присмотреться еще раз. Тем более, Игорь Васильевич у нас вырос в этом коллективе, людей знает, ему проще в этом плане. Нет такой жесткой адаптации, как, например, у меня было. И самое главное – стабильность. А остальное все будет. А работникам? Не буду спрашивать, что бы Вы им сказали. Предлагаю просто, пользуясь этим случаем, что-то сказать работникам общества «Газпромодобычного дыма». Работникам общества надо работать, может быть, еще лучше, потому что задачи, которые стоят перед обществом «Газпромодобычного дыма», они глобальны. Ну, во-первых, это заниматься стабилизацией объема добычи газа, искать новые пути, решения по извлечению газа из месторождения спадающей добычи. Не забывать свою историю, традиции, семейные традиции, чтобы тоже обязательно были в коллективах. Где-то, может быть, это не приветствуется, но я хочу сказать, что я сохранил это все здесь. Большое Вам спасибо от всей нашей службы за постоянную готовность прийти, ответить на наши вопросы. В любое время, в любом месте готовность работать с нами. Нам с Вами было очень приятно работать. Ну, огромного Вам, огромных Вам успехов на новом поприще. Спасибо. Спасибо, Владимир Павлович. Спасибо Вам тоже. Продолжаем выпуск. В договорах на поставку природного газа потребителям обязательно имеется пункт о его соответствии мировым стандартам качества. И цена на топливо устанавливается, исходя из компонентного состава и физико-химических свойств продукции. Какой документ подтверждает качественный состав природного газа и где его выдают, узнавала Светлана Ложникова. Без паспорта в наше время никуда. Причем не только людям. У природного газа тоже есть своя паспортно-визовая служба. Это специально аккредитованная лаборатория хроматографического анализа Инженерно-технического центра. Качество выдаваемых здесь результатов гарантирует также ежегодное участие в межлабораторных сравнительных испытаниях, последнее из которых проводилось в 2018 году. Существует технический регламент Евразийского сообщества, в котором прописано обязательное наличие паспорта качества продукции выпускаемой предприятием. Газ – это наш основной товар. Качество его нам знать обязательно и необходимо. И качество газа проверяем здесь, в этой нашей лаборатории. Раз в месяц сюда доставляются пробы, взятые с Медвежинского юбилейного и имсавийского месторождений. На Баваненково есть своя лаборатория. Измерения малярной доли компонентов природного газа химики выполняют газохроматографическим методом на сложном аналитическом оборудовании отечественного производства. Комплекс состоит из термостата, колонок состоит из генератора водорода и кислорода. Это газы, необходимые для работы этого комплекса. Также для работы комплекса необходимы газы особой частоты – это аргон и гелий. Природный газ – необособленное вещество. Это смесь разных компонентов. Не бывает абсолютно идентичных образцов с разных месторождений. В каждом из них состав индивидуален. На одном приборе невозможно определить полный состав газа, поэтому для этого используется несколько приборов. В частности, этот прибор определяет серосодержащие компоненты. Прежде чем приступить к выполнению измерений, необходимо убедиться в готовности лаборатории. Для обеспечения качественного проведения измерений и достоверности выдаваемых результатов заказчику перед каждым измерением рабочей пробы мы проводим градуировку хроматографа с использованием государственного стандартного образца с известной концентрацией газа. Баллон с поверочными газовыми смесями подсоединяется к пробоотборной линии. Для ее продувки выставляется необходимая скорость подачи газа. По нормам до 5 сантиметров кубических в минуту. И запускается анализ. Запись хроматограммы началась. Убедившись, что градуировка прибора проведена корректно, химики приступают к проведению измерений рабочей пробы. Она доставляется в специальных пробоотборниках, изготовленных из металлокомпозитного материала. Дальше уже по отработанной схеме. Значение малярной доли компонентов определяется автоматически с помощью программного обеспечения. Полученные результаты измерений рабочей пробы оформляются в виде протокола, на основании которого формируется паспорт качества газа горючего природного. Протокол испытаний подписывают сотрудники лаборатории, а непосредственно сам паспорт визируется руководством, заносится в программный комплекс и подшивается. По статистике, все физико-химические показатели продукции, добываемой надымскими газодобытчиками на месторождениях надым Пуртазовского региона, отличаются стабильностью и постоянством. Газ все-таки это недра нашей земли, и газ из земли идет постоянного состава. То есть это не водичка, которую там можно что-то в нее примешать, и она будет не такая. У нас очень качественный газ, у нас газ уникальный. По составу у нас очень высокое содержание метана. Метан – это самый легкий углеводород. Такого случая, чтобы наш газ не соответствовал качеству, нету, не было вообще никогда и не будет. Светлана Ложникова, Олег Зубко, телевидение «Газпромдобыча надым». Рубрика «Крупным планом» пополняется любопытными фактами о приспособлениях, необходимых в производственной жизни компании. В прошлом выпуске интеллектуальную эстафету коллег из Медвежинского газопромыслового управления приняли специалисты филиала «Ямалэнергогаз». Автором очередной загадки стал Ренат Садыков, мастер ремонтно-механического участка. Свои варианты названия и предназначения загадочной детали предлагали пользователи сайта «Газовик.Инфо». Первым верный ответ дал Станислав Газизов. Позже его дополнил Александр Слюсарь. А вот как звучит правильная версия – в подробностях. Плунжер металлический, стальной, диаметром 50 мм, длиной 430 мм. Он при помощи криво-шатунного механизма насосного агрегата совершает поступательные движения. Тем самым переключает клапана на всасе и наградетание и перекачивает жидкость, при этом создавая давление до 100 кг. Для того, чтобы стоки промышленные и метовые закачать в пласт на глубину 2 км. Это был правильный ответ. На этой неделе интеллектуальная эстафета перешла управлению аварийно-восстановительных работ. Любителям производственных загадок свой вопрос адресует Алексей Братецкий, слесоремонтник Пангодинского участка по ремонту технологических установок и оборудования. Здравствуйте. Меня зовут Братецкий Алексей. Ремонтно-механический цех управления аварийно-восстановительных работ поселок Пангоды. Представляю вашему вниманию следующие детали. Швеллер, ложемент, хомуты, болтовое соединение, ребра жесткости. Вопрос, что из этого получится и для чего это необходимо? Какую конструкцию можно собрать из представленных деталей? Для чего она необходима? Свои варианты ответов пишите в комментариях под публикацией вопроса на сайте «Газовик.Инфо» и одноименных группах в соцсетях. Правильный ответ узнаете через неделю. А в нашей программе далее. Охрана труда – правило для всех. Соблюдение требований охраны труда является обязанностью каждого работника, вне зависимости от его квалификации. Специалисты «Газпромдобыча на дым» участвуют в профессиональном районном конкурсе. Дорогой первых. Путь будет нелегкий, погода бывает разная, меняется. По маршруту первопроходцев Ямбурга прошли участники снегоходного пробега. На главных культурных площадках газовиков. Как всегда зал будет переполнен, и все мы будем кричать «Браво!» профессионалам. Творцы радости отметили свой профессиональный праздник чередой отчетных концертов. Специалисты «Газпромдобыча на дым» претендуют на звание лучшего в области охраны труда в Надымском районе. 15 человек подали заявки на участие в муниципальном конкурсе. Он проходит в два этапа. На первом комиссии оценивается конкурсная документация, затем участники проходят тестирование. Проверка знаний в области охраны труда предусмотрена в трех номинациях – лучший специалист, лучший линейный руководитель и лучший уполномоченный. В двух отдельных номинациях жюри оценит нестандартные подходы к вопросу профилактики безопасности на рабочем месте, а именно определит лучших авторов тематических плакатов и стихотворений. Итоги конкурса будут озвучены 26 апреля, накануне Всемирного дня охраны труда. Стоит добавить, что политика «Газпромдобыча на дым» остается ориентированной на сохранение жизни и здоровья работников. Результатом системного подхода к вопросам обеспечения охраны труда можно считать отсутствие несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью. Соблюдение требований охраны труда является обязанностью каждого работника, вне зависимости от его квалификации – рабочий, руководитель организации, либо специалист и начальник. Это прописано в Трудовом кодексе Российской Федерации. Также напоминать о соблюдении требований охраны труда практически не приходится. Возможно, необходимо работников подталкивать в тех аспектах, которые могут быть доступны не каждому работнику. Допустим, при введении новых правил охраны труда мы проводим обучение и внеочередную проверку знаний в объеме вновь введенных правил, чтобы было соблюдение законодательства Российской Федерации. Такая серьезная тема, как производственная безопасность, находит отражение и в творчестве юных художников. Привлечь внимание окружающих к вопросу сохранения жизни в масштабах производства призван конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Победителем в окружном этапе стал Алексей Мясников из студии «Колорит. Дома культуры Прометей». Его рисунок «Производственная травма» будет направлен на выставку в город Сочи, где в период с 22 по 26 апреля пройдет Всероссийская неделя охраны труда. Мы уже рассказывали о мероприятиях к нескольким юбилеям, которые в этом году отметят наши коллеги, добывающие газ на Ямбуке. Героические этапы освоения газовых месторождений первенцев Ямала останутся навсегда важнейшими вехами становления газовой промышленности страны. Это еще раз подтвердил снегоходный пробег дорогой первых, взявший старт ранним утром 22 марта от газового промысла номер 9 месторождения Медвежья. Именно отсюда в далеком 1982 году в первый выход на Ямбург выдвинулся автотракторный поезд производственного объединения Надым-Газпром. У 40 молодых и отчаянных участников десанта не было страха, только уверенность в собственных силах, потому что цель была ясна – дать газ Ямбурга родине. Об этом рассказал участник героического выхода Анатолий Ильин. Также на торжественном митинге, как и в самом пробеге, приняли участие первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников и генеральный директор Газпром добычи Ямбург Олег Аронул. Путь будет нелегкий, погода бывает разная, меняется, поэтому я желаю всем успешно преодолеть все препятствия и трудности, которые будут на нашем пути и благополучно финишировать. Мягкого снега, хорошего настроения и доброго пути. Преодолеть дорогу первых решились более 40 человек. За два дня им предстояло пройти около 500 километров. В рядах пилотов снегоходной техники выступили руководители дочерних компаний «Газпрома», представители окружной и государственной власти, ветераны газодобывающей отрасли и любители снегоходного спорта. От «Газпром добычи на дым» в пробеге участвовали заместитель генерального директора по производству Виктор Моисеев и начальник Медвежинского газопромыслового управления Алексей Дарымов. Город Надым достойно представил протеерей Артемий Почекутов. Дорога отличная, организация прекрасная, настроение супер, море впечатлений. С учетом того, что за полярным кругом на севере, как правило, выше веника ничего не растет, из интересного были только люди и друзья, которые сопровождают нас. Мы это смогли. С таким чувством завершали пробег участники. И, наверное, в сердце каждого из них было радостно от того, что время, конечно же, идет вперед, но память о первооткрывателя газовых кладовых Западной Сибири навсегда остается с нами. В Надыме наградили спортивную элиту. На ежегодном мероприятии чествовали тех, кто внес неоценимый вклад в развитие физической культуры и спорта и добился наилучших показателей. Награды получили победители в различных номинациях конкурса. Меценатом в области физической культуры и спорта признан «Газпром добычи на дым». В 2018 году компания направила около 20 миллионов рублей на благотворительную помощь в реализации специальных грантов в области культуры и спорта, на развитие хоккея с шайбой, в организации проведения международного юношеского турнира по боксу, соревнований по автомобильному спорту, а также соревнований по национальным видам спорта и многое другое. На предприятии за культуру и спорт отвечает Управление по эксплуатации вахтовых поселков. Поэтому диплом вручен директору этого филиала. Награда очень серьезная, очень значимая для нашего коллектива. Само спонсорство предполагает какой-то вклад в развитие Надымского района, в частности, спорт. Поэтому я думаю, что наше предприятие, подготавливая своих спортсменов на своих корпоративных площадках, и являясь, кажется, частью Надымского спорта, это действительно серьезный вклад, потому что многие команды в Надымском районе формируются, в том числе и с числа работников нашего предприятия. Культура формирует самосознание человека и целых поколений. Ее развитие влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи. На этой неделе деятели искусства и представители творческих профессий отметили свой профессиональный праздник. Благодаря культработникам Управления по эксплуатации вахтовых поселков Газпром-Табуча-Надым, надымчане и пангодинцы сегодня имеют возможность любоваться произведениями живописи, слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим и танцевальным искусством. Своим мнением о работе творцов радости с нашим корреспондентом поделились участники творческих коллективов и горожане. Постоянно мы что-то делаем, творим, все время в каком-то творческом потоке. Это действительно очень здорово, потому что это дальше потом тоже все равно оставляет свой отпечаток и через всю жизнь проходит. Прометею я отдала 12 лет своей жизни, с самого-самого детства. Педагоги Прометея – это самые лучшие люди, педагоги просто высочайшего уровня, высочайшего класса. Я их всех знаю, всех уважаю. И каждый что-то дал, каждый что-то дал за такой большой промежуток времени. Мы за эти годы сплотились, и на самом деле мы как одна большая семья, все время общаемся, все время вместе куда-то ходим, выступаем и в Прометеи, и на других сценах. Шикарные всегда концерты, всегда очень трудолюбивые детки. Мне очень нравится их выступление. Заряжаешься таким позитивом, таким адреналином, такой задор получаешь. Молодцы. Работники, ну понятно, что выкладываются, видно, что готовят детей хорошо, и костюмы шикарные. Мы очень любим, мы приходим. Как гордость для Надыма, Надымского района, конечно, коллективы Прометея. Потому что я думаю, что уровень наших коллективов настолько высок, об этом все абсолютно мы, горожане, просто утверждаем уже на протяжении многих десятилетий. И уровень таков, что зачастую превышает, мне кажется, российский уровень. И опять у нас будут крики «Браво!», «Бис!». И под наши нескончаемые овации мы будем честовать наших юных, талантливых горожан. 27 лет на сцене Дома культуры газовиков «Прометей» выступает хореографический ансамбль «Север». Очередуя отчетный концерт на подтверждение звания народного, собрал полный зал преданных поклонников этого самобытного творческого коллектива. Какая программа ждала зрителям, узнаем из сюжета. Я думаю, что каждый коллектив имеет свое лицо и свои постановки, свои какие-то авторские фишки небольшие. Ну, у нас, надеюсь, хорошее исполнение. Сегодня попытаемся это продемонстрировать на самом высоком уровне. Для Антона Ермичева коллектив «Север» – семья, в которой он вырос. Здесь он получил профессиональную путевку в жизнь и, отучившись, вернулся на смену своему первому учителю Владимиру Чуеву. Молодой руководитель хореографического ансамбля традиции именитого наставника сохранил и приумножил. А звание народного коллектив с ним подтверждает уже четвертый раз. Очень волнительно. У нас очень много премьер, которые в этом году были поставлены. И у нас программа такая получилась немножечко темповая. Подготовка идет с сентября месяца. Вообще «Север» за 27 лет своего существования стал судьбой для многих и объединил уже несколько поколений надымчан. Вот сегодня в «Севере» будет правнук танцевать. И на понтанцовке будет жена его. Поэтому я с удовольствием. А сюда я ходила все 30 лет с удовольствием. Залог успеха – творческая атмосфера и усердные репетиции. «Север» – это хорошо отлаженный механизм, где каждый знает свое место и всегда готов прийти на помощь товарищу, говорят участники хореографического ансамбля. Все зависит, конечно же, от руководителя. В первую очередь руководитель хороший, понимающий, где-то пряником, где-то кнутом может подстегнуть. А в целом, ну, конечно, ребята его слушаются. У каждого свой характер, но все равно он находит подход к каждому участнику коллектива. Это здорово. И ребята большие, молодцы. Это действительно трудовой коллектив. Дарить радость людям очень тяжело. Мне всегда было жаль артистов, потому что, как говорят, для артиста праздник, что для лошади свадьба. Вы же помните, да? Все в мыле. Все в мыле. Абсолютно все. Это очень тяжело, но очень интересно. Соратники по сцене хорошо понимают, как дается каждое концертное выступление. Тем более, если речь идет не об одном артисте, а о большом коллективе. Каждый номер – это мини-спектакль, требующий полной выкладки, смены декораций и костюмов. Поэтому отдохнуть и переодеться между своими выступлениями Северу помогали другие самодеятельные коллективы Дома культуры газовиков «Прометей». От этого программа получилась еще более насыщенной и интересной. А лучшая оценка – зрительское «Браво». Романтичный вальс, зажигательный рок-н-ролл, энергичная танго и не только. На сцене Пангодинского Дома культуры «Юбилейный» свои лучшие номера показали воспитанники вдохновения. Коллектив спортивно-бального танца объединяет порядка 90 детей, подростков и взрослых. Последние 18 лет хореографическое искусство им преподавала Альфия Бекметова. Под ее руководством коллектив получил звание «Образцового». Этот отчетный концерт стал особенным для педагога, участников и их родителей. Наставник объявила о завершении творческой деятельности в связи с выходом на пенсию. Я не знаю, как я буду без своих деток, без своего руководителя, без всех моих сотрудников, которых я просто люблю. Признание в любви к педагогу и танцу, добрые пожелания, видеооткрытки выпускников прошлых лет. Концерт прошел на сентиментальной ноте, но, как всегда, на высоте. Вдохновение продолжит свой творческий путь, на котором уже случались многочисленные победы на танцевальных фестивалях и конкурсах. И наверняка будут еще. Такое увидели эту неделю журналисты нашей компании. Пусть следующая станет не менее насыщенной и интересной. Хороших выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин